Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Это обновление 4.0, и здесь у нас уже будет 80-й бой фатально классической башни. Я такой подумал, что сегодня выпущу два ролика, плюс на часах сейчас 6 часов утра, и поэтому самое время пройти 80-й поединок. Мы уже приближаемся к 100-му поединку, в обычке я приближаюсь к 110-му поединку, поэтому, возможно, наконец-таки в скором времени у меня появится хотя бы редкая экипировка, потому что пока что с ней небольшие проблемы возникают, и когда они решатся, пока непонятно. Так, единственное, что я хочу подобрать отряд башни классика, ну и, конечно же, мы можем уже определенно перейти в саму игру. Вот этот отряд, да, ничего не менял. Мне, кстати, советовали поставить сюда классическую Sony Blade, но я решил этого не делать, просто потому, что все-таки Sony Blade Combat Cup дарит сопротивление оглушению, а это важно. Периодически это очень даже важно. На данный момент у меня вот такая вот прокачка идет, давайте отсортируем даже по-новому, я продемонстрирую, что у меня за экипой имеется. Это второе слияние на самое ценное воспоминание, без слияния заветная халява, и перекус посреди боя третьего слияния. Да, больше экипы мне не выпадало. Уже отыграно в районе, получается, 90... 170 боев, даже, может, больше, и за все это время не выпало ни одной более-менее нормальной экипы. Поэтому будем сейчас пытаться проходить этот бой. Поехали! Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru. Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре? Сайт gamegold.ru придет тебе навстречу. До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт. Не хватает валюты? По низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru. Если у твоего кореша аккаунт прокачан, нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru, где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции. Возможно у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа, то персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно. Gamegold.ru. Сайт с низкими ценами. По модификаторам я понял то, что здесь в принципе нет такого чего-то жесткого, хотя по экипировке возможно это есть. Вся проблема в том, что персонаж один раз восстанавливается при какой-то экипе. Возможно я ошибаюсь, возможно нет, я если честно даже этого момента не помню, хотя можно конечно прямо сейчас изучить немного экипировку и понять из-за какой экипы идет восстановление. 60% вероятности получить восстановление после успешного применения спецприема 2. Восстановление. Восстановление это не то совсем. Союзники исцеляются на 20%, 10% для боссов здоровья от восстановленного владельцем здоровья. А я понял, все-таки вот этот вот школьник дарует прям очень-очень хороший эффект. Здесь вызов аниматроника, если противник промахивается во время своей атаки, имеется 30% шанс наложить на противника оглушение. Оглушение у нас идет в сопротивление, поэтому проблем никаких нет. Ну и плюс ослепление. Далее, каждый полученный при входе в бой очко силы дает владельцу 2% скорости. Ну и в принципе вроде бы как все, здесь тоже ничего такого прям жесткого и серьезного. 35% непробивания. Нормально. Владелец получает 70% сопротивления всем отрицательным эффектам и 15% вероятности наложить проклятие. Возможно, это из-за обычной экипы, потому что я не помню, но вот при какой-то экипе, я помню в предыдущий раз на 60-м поединке, Джакс Брикс просто-напросто взял и поднялся. Мне кажется, что это не пассивка Джакса была, потому что пассивка у него тоже есть с восстановлением, но она восстановила 800 тысяч здоровья, а не 200 тысяч как в первый раз. Поэтому кто его знает вообще как-то работает и, конечно же, сейчас искать эту прям экипу не особо хотелось. Ладно, окей, не важно. Надеюсь, в этот раз ничего такого прям не будет, конфуза никакого не возникнет. У меня есть 7 попыток, надеюсь, пройду за одну. Это было бы прям великолепно. Мы бы прям сразу же, почти вечером, могли бы на сотый поединок зайти. Но я не думаю, что прям все так радужно будет, потому что здесь щитки висят, и персонажи довольно серьезные. Плюс, да, ливень вешается, что тоже не есть хорошо. Но будем сейчас потихоньку привязку юзать, истощать, ну и, конечно же, щитки разбивать. Я верю в это, что мы будем разбивать щитки, поэтому, по факту, я надеюсь, прямо сейчас мы возьмем и разнесем данного персонажа. Давай вот так вот немножечко. Отлично, последний щиток мы сняли. Теперь это обычный персонаж без щитков. Кстати, наткнулся на предыдущий, получается, модификатор, когда накопление силы было, получается, на определенном персонаже. Не помню, как модификатор назывался, вылетел уже из головы. Но в этом, получается, в этой футальной башне он тоже имеется. Неизвестно, будет ли он дальше на боссах, но, честно говоря, на то, что он появился снова, меня это не совсем порадовало, так как, прикиньте, если здесь будет, например, защита и еще этот предыдущий модификатор, это прям будет жесть некая, мне кажется, и поэтому не особо хотелось бы с ним встречаться. Но пока, вроде бы, проблем вообще особо никаких нету. Разносим просто-напросто мы Рейна и 700 тысяч. 700 тысяч у него остается, 600. Возможно, даже переключимся моментально на другого персонажа. И тут я, скорее всего, когда останется мало здоровья на Рейне, я выберу другого персонажа. Допустим, даже ту же самую. Да я даже не знаю, кого. Кэсси, возможно, чтобы вдруг не рисковать Джонником, потому что Джонник здесь прям дает нам лютый буст, прям очень лютейший буст. Вот здесь давайте вот так вот сделаем, а далее мы просто-напросто возьмем Кэсси, нанесем спецприем второй, у нас первый восстанавливается в любом случае, поэтому есть небольшие плюсы. Для начала снимаем защиту. Ааа, все, вот теперь понятно, в чем проблема. Они исчезают же. Да, вот тут вот я как раз-таки к этому и готовился. Да и плюс он же еще и восстанавливается. Да, на мне еще до сих пор дождь висит. Очень и очень плачевная ситуация. Надо хотя бы ему щиты снять, и главное не добиваться того момента, чтобы он восстанавливаться успел. И плюс у него какой-то дичайший блок стоит, так как я, ну, пробить его практически не могу. Ну вот сейчас получилось, но и да, накопление силы какое-то прям очень быстрое. Очень много плюшек на данном персонаже. Ну ладно, пока справляемся, и то хорошо. Да, он быстрее меня силу накапливает. Мы хоть его истощаем, но это не совсем вариант. Я хотел бы уточнить, это далеко не вариант. И поэтому, наверное, вот прямо сейчас мы делаем вот такую вот замену. Наносим в районе 189 тысяч, и даже щит врубаем, что есть, конечно же, хорошо. 700 тысяч у него остается, и я надеюсь, мы даже атакуем последней атакой. Я нажал на спецприем, но, к сожалению, не справились. Одна попытка, одна попытка, и мы пока что добиваем этот отряд. Проблем вообще никаких нет. Думал, все будет посерьезней, если честно. Казалось, что все будет в разы серьезнее, Но, возможно, это всего лишь две попытки. Поэтому самое оно, самое то. Конечно, если бы я не слил на 60-м поединке попытки, То определенно мы бы очень быстро перешли на сотый поединок. Уже сегодня, 8 октября, я бы сотку проходил. Но, к сожалению, из-за как раз-таки вот той самой 60-й битвы Все было очень и очень плачевно. Плюс я, по-моему, как раз-таки там рискнул классиком поиграть на 20-м поединке, И там была минус попытка. Поэтому я уже в районе, получается, 1 плюс 3. 4 попытки, получается, где-то 5-4 попытки я потратил. По-моему, 4 получается. Суммарно попытки я потратил. Здесь я буду, скорее всего, если вот прямо сейчас... А, нет, вот здесь же попытка еще одна. И того, да, 5 ровно. На 85-м поединке я тогда окажусь, Если я вот прямо сейчас пройду данного босса. Так, ну, пока вроде бы все хорошо. Давайте, наверное, прямо сейчас его добьем с обычными ударами. Я думаю, у нас это получится сделать. А, он восстанавливается. Вот, дополнительная жизнь. Я вот как раз-таки про эту тему и говорил. И плюс оно потом врубает замедление. Вот она, да, да, да. Вот это вот как раз-таки экипа. И ловушку еще сверху вешает. Ну, замечательно, конечно, замечательно. Если потеряем сейчас Джоника, то... Скорее всего, я не пройду с двух попыток. Главное, Джоника не потерять, потому что здесь у нее спецприем второй имеется. Так, ладно. Ммм, бля, я потерял Джоника, ребят. Ну, камон, все. Три попытки будет потрачено. Жесть, жесть. Ну, блин. Опять же, вот это вот замедление. Плюс еще какая-то курма сработала. Джоник потерян. Я не думаю, что за минуту справится именно здесь данный персонаж. Потому что нужно будет лупить чисто спецприемами вторыми. Да и плюс истощение я здесь в любом случае не заюзаю. Поэтому маловероятно, что мне прям это очень сильно поможет. Странно то, что дождь не работает у нее. А для чего вообще дождь нужен? Потому что у меня как будто то ли иммунитет какой-то к нему, то ли что. То вроде же он, по-моему, как должен отнимать здоровье, если я не ошибаюсь. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Так, сразу же немного еще урониуса наносим. Ну, блин, в принципе, было бы классно, если бы она со спецприемом второго чуть больше наносила, нежели чем 1100. Потому что, ну, как вы понимаете сами, остается всего ничего 20 секунд. И понятное дело, что добить ее таким образом 100% не получится. Но прикольно то, что я могу юзать спецприем второй очень часто. И было бы классно, если бы я это мог делать еще чаще. И это было бы прям великолепно. Ладно, будем надеяться на лучшее. Прямо сейчас 6 секунд остается. Ох, тут она меня выцепить даже сумела. Ну и вот эта последняя атака, видимо, будет. Потому что, да, время закончилось. Миллион 131 тысячи осталось. Блин, казалось бы, казалось бы, пройду с двух попыток. Но не тут-то было три попытки придется потратить. Но это все равно не четыре. Хотя, ладно, на 60-м поединке один раз вылетела игра, поэтому это простительно. И, видимо, на 84-м поединке я все-таки остановлюсь. И все равно ничего толкового не выпало. Ни эпика, ни редкая экипа. Ничего толкового. Я даже не знаю, что на 80-м поединке может выпасть. Может быть, какой-нибудь классический шанс он выпадет. Это было бы прям великолепно. Ну а здесь самое главное, чтобы опять не сработала та экипа, которую я искал. И которую я, в принципе, возможно, и нашел. Просто из-за невнимательности пропустил. Так, истощаем. И плюс разбиваем первый щит. Главное разбить все щиты. А там будет уже все очень легко и просто. Второй щит разбиваем. И далее третий щит разбиваем. А тут она вот уже исчезает. Идеально. Идеально. Второй щит мы... Точнее, последний щит мы не разбили. Снова спецприем и снова щит не разбиваем. Угу. Решила поисчезать немного. Я понял. Я понял эту настырную мадемуазель. Так. Ну и отлично. Последний щит разбили. 850 тысяч у нее остается. Если все будет идти гладко, она не будет исчезать, то, в принципе, мы ее добьем. Опять же, самое главное, чтобы у нее экипы не было той самой, которая оживляет. Потому что, ну, кто знает, что может за экипы на них стоять. Кто это знает. Вот она исчезает, и это уже немножко подвешивает. Потому что контратак сразу же с ее стороны идет. И прям жесткая контратака, что не есть хорошо. Угу. Контратаковать она меня и тут, видимо, пытается. Но у нее здесь ничего не выходит. Это хорошо. Это очень даже хорошо. И здесь она исчезает снова. Да, е-мое. Сколько уже раз исчезновение было использовано? Очень часто. Очень часто срабатывает. Классная экипировка. Потому что даже ворановая куртка какая-либо, она не так часто, мне кажется, в исчезновение уходит. Нежели чем здесь. Исчезает прям очень часто. Ворановая куртка такого не делала 100% долго. Очень даже долго. Мы ее почти добили. Остается 50 секунд. Главное, чтобы она не восстановилась. Так. 28. Не, не восстанавливается. Все нормально. Победа. Три попытки. Пришлось на 80-й поединок потратить. Такое себе. Я скажу вам. Такое себе. Поэтому. Что у нас здесь? Перекус посреди боя. Четвертого слияния становится экипировка. Да, пока необычку качаем. И, в принципе, это все, что я делаю. Необычная экипа прокачивается. И нормально. И замечательно. Что еще можно ожидать, скажем так, от данного поединка. И да. Конечно же, по премиуму, что у нас здесь имеется. По комбат пассу. Я уже могу забрать 8 наград. Как вы видите. Это и случайная карта поддержки. И случайная редкая карта экипировки. И души. Которые как раз таки 75. Какой-то рандомный золотой персонаж. Повышение уровня. Случайная карта поддержки. Диммак. И повышает уровень. Давайте попробуем забрать награду. 8 наград забираем. И смотрим, что у меня выйдет. Трибург Смоук выпадает мне как случайная карта. Как я понимаю, скорее всего. Кунлау фокус со шляпой, которых мы продаем. О, пушка шутника. Прикольно. Седьмое слияние остановится. Далее Молот Гнева. Это вообще для Скорпу карта поддержки. Новый уровень. И что я не получил? 75 душ. В принципе, кстати, фарм душ неплохой. Благодаря этому моменту. 84 на продажу. Плюс 75. И того, как я тебе рекомендую тут свой тикток, да? Чего смеемся, а? А что ты уведомления не отключи? Я никогда не отключаю уведомления, чтобы сообщения читать на ютубе. Все ладно. Пропиарила тикток. В принципе, что сказать-то? Ладно. И далее. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Награда за задание. По отборам я хотел бы сказать по боевому пропуску. Что у нас здесь имеется? У нас все довольно-таки просто. 9 заданий осталось. Одно из заданий я практически прошел. Это 7 битв в быстрой игре в инфракции пройти. Нокаутировать 80 персонажей Рейден. Это уже больше рандом, как и Люкан. Далее пройти испытание высокого уровня сложности 3 раза. Это уже как минимум 1 раз сделан. Успешно использовать 35 спецприемов, 3 атаки рентгеном или фатальным ударом. Но это тоже можно сделать. Только это муторное занятие. Как и получение эффекта усиления тоже не проблема. Используйте оживляющее зелье в режиме выживший 3 раза. Сделаем в скором времени. Как и сделаем то, что нужно 30 битв сыграть в режиме выжившем на высоком уровне. Там и буду юзать вот эти вот оживлялки. Ну, буду стараться, по крайней мере, это делать. Проведите захват противников 25 раз. Что тоже не проблема. Только вот единственное, я не понимаю, что означает захват противников. Но, скорее всего, это означает то, что мы должны, например, Шан Цуном, скорее всего, сделать захват противника. Либо Ассасин Китаны. Но это как мое предположение, потому что что за захват противников. Привязка? Но это не захват. Что может еще означать захватом противника? Я даже и не знаю. Но на этом все. Вот такой вот ролик получился. Поэтому ждем сотового поединка. Надеюсь, он получится довольно-таки крутым и солидным. И мы, естественно, возьмем и нагнем эту прям жесткую систему уже в скором времени. И получим еще одну алмазную карту. И я надеюсь, что в скором времени также дойдем до 30-го. Как раз-таки комбат пасса. Уровня комбат пасса. И заберем еще одного того самого Скорпиона Ханза Хасаши. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok